Какие на самом деле экстрасенсы, какие нет. Его часто дается увидеть людей, которые не являются экстрасенсами. Да, у них на лице написано «Большие плотаны», которые не являются экстрасенсами. Включайте первую серию видов экстрасенсов, 90% там не экстрасенсов. Там по билетам сидят 100 человек в зале, и из них, реально говорю, только 8, максимум 9 экстрасенсов. Максимум 4-5 человек, которые до финала доходят, это более-менее люди себе что-то представляющие. В нашей профессии очень важно быть психологом, имея в профессии иллюзионист, потому что 50% успехов – это не просто трюки, да, это личность, которая эти трюки показывает, и это очень тонкая работа со зрителем. Вот именно этот психолог, который у нас живет, позволяет разобраться. Стоит нам побыть пять минут с человеком, когда уже понятно, что он из себя представляет вообще. Хочешь ты с ним дальше общаться или не хочешь? То же самое здесь. Люди, которые приходят на наш проект, они, вот эта их игра и показуха перед камерой позволяет разобраться, где они говорят правду, а где они вруют. Вот есть же на что, все-таки настоящие экстрасенсы. Вот часто выходят переделывать задания, потому что они уже угадывают, что будет. Какие-то такие случаи? Да, у нас были случаи, когда приезжал экстрасенс, вот сегодня будет вот это, я знаю вас, вот это, вот это, вот это все перечисло, то, что мы перепрятали все тело, и все. И у тебя же с какими ситуациями приходится? То есть какие-то такие ситуации возникают из того, что не совсем обычно? Ну, последняя ситуация была, вот как раз вот в воскресенье, неважно, где ли ты, вот снимался, снимался, не было фильм, еще не было фильм, еще знаю, что ли, на большой территории искали спрятанного ребенка, и получилось так, что сначала его спрятали в одном месте, а потом нам показалось, что это слишком легко найти, и его припрятали в другое, более надежное место. И вот один экстрасенс, он пришел именно сначала на первое место, он стоял там, понял, что здесь его нет, и пошел сразу будет на второе место. То есть люди чувствуют даже задание, нужно найти ребенка, вы даже чувствуете, что он будет долгое время, и он будет в другое место, и он начинает закрываться. То есть вот такие бывают случаи. Вот вы не боитесь, что экстрасенс происскажет вам все? Во-первых, жить будет неинтересно, если ты знаешь, что тебя ждет впереди. Во-вторых, не дай бог, тебе еще не пророчит это плохое, и вообще с этого будет с чего жить. Насколько я знаю, экстрасенсы не говорят про мучиться, и видеть, что он плохой, там, кто-то в воде здесь страшный, если чем-то, а они об этом не говорят. Что нервно сразу бывает, экстрасенсы разные бывают, нам лучше удовольствием сказать, что тебя ждет плохое. А кто-то и эзотические соображения не говорит этого, они все разные люди. Экстрасенсы, я так скажу, на самом деле это даже некая рекомендация читать эту тему «Мальской правды», потому что многие люди, которые смотрят наш проект, они не понимают, зачем они смотрят, у него смотрят как шоу. И они идут к экстрасенсам с вопросом, «Ой, а что меня ждет?» Глупо, глупо идти вот так. Показываем, как нужно идти к экстрасенсам, и к кому нужно идти, потому что экстрасенсы обладают разными, скажем так, направлениями. Кто-то из них целительств, кто-то из них тесновидящих, кто-то из них хороший поисковик. Редко бывает, чтобы экстрасенс был тем и другим. Практически не бывает. Поэтому идти с вопросом, «Расскажи мне, что меня ждет?» Глупо. Нужно быть с вопросом, «Что у меня было?» Когда ты понимаешь и видишь точно, как работает экстрасенс, не считывай у тебя информацию, не как психолог, но с тобой работают, а как экстрасенс ты молчишь, он тебе говорит, а только тогда ты можешь смело, если экстрасенсам правильно сказал, можно и свое будущее. Я же ни от одного экстрасенса не услышал точно и внятных ответов касательно своего прошлого. За то будущее. За то будущее у нас у всех идеальное. В 32 года мы все расстанемся, будем заниматься каждым своим делом. Ну, какой-то бред сумасшедший на самом деле. Я в это неохотно верю. Рив, сдавай. Какая фигура? Гарта приходит? Семерка будет. Какой? Нет, нельзя, я пошутил. Семерка будет. Давайте посмотрим. Смотри, что это. Она же одна в колоде перевернута. Ты где-то мне расскажешь? Это не секрет, на самом деле. Что же мне вернуть карту при вас? О, 500, 500 еще лучше. Конечно. Конечно. Больше. Галак показывает тысяч. Смотри, с 500. Смотри, кроме 500 рублей, у нас, ребят, в руках ничего нет. Они абсолютно не покажут. Складываем пополам. Еще раз пополам. Сейчас начинается самое интересное. Чьи 500 рублей? Сейчас верну тебе тысячу, смотри. Раз, два. Разворачивай. Спасибо. Спасибо. Кто еще хочет? Есть 500 рублей? Нет. Нет, мы так в одну сторону делаем, извините. Ладно, я шучу, давай. Давай, давай, я все верну. Да? 2 и 10 рублей. Больше всего, конечно, нам номер нравится взять в обратном порядке. Если мы его делали только в обратном порядке, нам бы не пришлось работать. Однажды Андрей повторил вот этот номер в обратном порядке 10 тысяч раз. Сейчас ездит на новеньком ханере. Отлично. Тогда когда надо, эту resolve. Ханере. Надеюсь, отлично. Предоторogene стены. Произведение кирпичин. Произведение кирпичин. Поцерпичин. Произведение кирпичин.